Ветеран труда Я в колхозе работала до 25 лет. Косила, вязала, молотила, молотили цапами. Огород был 500 соток. Топ мы им и питались. Обрабатывали детки, копали, сажали, убирали. А с колхоза ничего не давали. Как вспоминает Раиса Свешникова, в военные годы колхоз занимался выращиванием курительного табака, который затем шел на фронт. Нюхальный делали. Мама скажет, толки в ступе табак. Ищи-то, сеешь. Там нюхают мужики. Какие-то старички или инвалиды пришли. Вот чихают их охотят. После войны люди из деревень начали уезжать. Так и Раиса Свешникова, будучи уже взрослой девушкой, из своего села в Липецкой области переехала на Донбасс. Там она почти 30 лет проработала шахтером. И встретила своего мужа, Михаила Егоровича. Идешь на работу, шахтерки, сидим, ждем. Пока наше время подойдет, идешь на смену на свою работу. И шахтер же так сидят. И познакомились, поженились. Поимели двух деток. Выходили. Внуков дождались. И они уехали вот в Россию. В Излучинске Раиса Алексеевна живет уже больше 10 лет. В сентябре ей исполнится 90. Но несмотря на возраст, ветеран старается быть активной. Любит готовить, танцевать, читать любимую газету. И старается как можно чаще улыбаться. Я сама хорошая. Я люблю. Я люблю людей. Прийти, нарядиться под Новый год, под Рождество. Почудить, что они будут. Развеселюсь. Я говорю, ну-ка, давайте вставать, плясать. Вы чего тут загоревали? Говорю, никакого горя не должно. Надо плясать, играть, веселиться. Вот на улицу выйду, все в уличке меня ждут. У детей военной поры не было детства. Те тяжелые времена навсегда изменили их, говорит ветеран. Несмотря на то, через что пришлось пройти, Раиса Алексеевна сумела сохранить умение по-детски радоваться жизни и делиться этой радостью с другими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин